Уважаемые коллеги, сегодняшний директор, повестка для Али-Попроса, защитной ситуации в любви и своей Али-Сутану на тему изучения безопасности, иммуногенности, инактивированных активов гриппа птиц и свиней. Представим на соискальной степени доктора философии, PHD, по специальности, 6 до 1, 20, 100, ветеринарная медицина. По повеседневной, есть вопросы? Желтые вопросы? Нет. Дальше переходим тогда. Научные консультанты Бахус Аманжол Джасален. Бахус Аманжол Джасален. Он присутствует и онлайн участвует на конференции? Верен Саванжол Джасален. Адин Саванжол Джасален. Адин Саванжол Джасален. Онлайн. Верен бухой тучи. Покажи, пожалуйста. Добрый день! Нет, нет, нет... Ваш уменьшился... Вы уникали Волганский... У нас послужило слово на ростыке. Дер Kалышко. Ваш уменьшился в необязательстве... Да, вместо этогоandra! Да, просто в этом месте! Держите, вы уникальными народами... Ничего, что важно? Тогда слово представляется учебным секретарем динамира Магнитина для обращения содержания в составе документов. Пожалуйста. Уважаемые члены диссертационного совета и присутствующие. Согласно требованиям Комитета по контролю в сфере образования и науки ОМРГ, докторантам Дубе и Дарья Султановны представлены заявления на имя председателя диссертационного совета, личный лист по учету кадров, копии диплом в высшем образовании и послевозовском образовании, транскрипт о построении образовательной программы докторатуры по специальности 62001. Уважаемые диссертации статей 18 публикаций по 7 диссертаций, в том числе 9 в научных изданиях региендуемых КГС ОМРК, 3 в международных научных изданиях, входящие в базу данных компаний «Скопс» и «Томснер-Айтес», 1 в патентно-полезную модель, 1 в монографии, 4 в материалах международных конференций, в том числе 3 в материалах соорубежных конференций. Выписка из протокола утверждения темы научных консультантов, выписка из протокола обсуждения диссертационной работы на расширенном заседании ученого совета научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, подписанных директором «Джагаря», а также выписка из протокола обсуждения диссертационной работы в расширенном заседании кафедре про биологию и универсальной иммунологии в Казнаеве, утвержденная под ректором по научной работе и международному связи, Курденко Александр Павлович. Отзывы отечественных и зарубежных научных консультантов, обитавленные документы и материалы предварительной экспертизы соответствуют правилам присвоения ученых степеней комитета, разрушившихся защитных личных листов по учету кадров. Урбийцева Айна Султановна, место рождения в Альтинской области, Амфиловский район, село Каркадок. Национальность казашка, образование вошли, магистры ветеринарного образования. Обучалась с 2002 по 2007 год в Казахском национальном университете, получила квалификацию ветеринарный врач. С 2012 по 2014 год обучалась в магистратуре и присвоена квалификация степень магистров наук. С 2016 по 2012 год докторант Казахского национального университета. Владение языками – казахский, русский, английский, свободно. Научные труды – 40 научных статей, общий один патент на полезную модель, два авторских свидетельств и один монография. С 2008 по 2011 год работала научным сотрудником НИИ проблем биологической безопасности. С 2014 по 2016 год научный сотрудник НИИ проблем биологической безопасности. С сентября 2011 года по января 2020 года ИОЗАФ лаборатории контроль технологий и биопрепаратов в научном и исследовательском институте проблем биологической безопасности. С января 2020 года ученый-секретарь научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Семейное положение – замуж. Семьяное положение – замуж. Спасибо. Есть вопросы, почему мы себе дали? Уважаемые члены Сельсовного Совета. Спасибо. Тогда слово вы сказать доктору Антону, любите себя и его субстаном для изложения существа и основных положений с ситуацией. Регламент. Глот на спину. 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 267 и 68 среди электрический титр антител у птиц привитых вакцины из рекомендаторного штамма невр-267 составила 1 на 39 на 28 сутки иммунизации при этом 75 процентов привитых птиц были иммунными вирусы крипасу типа h7 титры антител превышали 1 на 16 более иммуногенной оказалась вакцина из рекомендаторного штамма невр-268 где средний геометрический титр антител на 28 сутки после иммунизации составила 1 на 53 что в несколько раз превышает аналогичные показатели выше указанных штамм то есть они в 267 и а эффективность вакцины составила 85 процентов то есть 85 процентов привитых птиц вакцины из рекомендаторного штамма невр-268 были иммунными далее нами было изучено продолжительность и напряженность иммунитета в течение года и в результате чего обнаружено что активное антител накопление антител у птиц приходило к 21 дню исследования на 28 сутки активность более высокие оказались как видно из данного слайда на 42-е сутки исследования уже наблюдали спад антител и антител но при всем при этом вакцина из рекомендаторного штамма невр-268 на 42-е сутки все равно средний средний геометрические титры антител оно было выше чем при вакцинации с вакциной из штамма невр-267 то есть средний геометрический титр антител составила на 42-е сутки 113 далее выработка антител у птиц продолжалась в течение года у птиц более активно вакцинации вакцина рекомендаторе из рекомендаторного штамма невр-268 далее следующей задачей данного исследования было изучение безопасности пандемических вакцин против птичьего гриппа и свиного гриппа безопасность определяют и определяли по следующим параметрам это определение острой токсичности пирогенности содержание бактериальных бенгальтоксинов аллергетирующих свойства телекархи без чувствительность немедленного типа и без чувствительность замедленного типа также было поставлено конъективальный тест на маски в свинках по определению пирогенности вакцины пирогенность вообще вакцина определяли по и внутри внутривенном введении вакцины кролика и при определении суммарного повышения температуры тела кроликов согласно государственной фармакопии суммарное повышение температуры тела кроликов в группе из трех кроликов не должно превысить 1,2 градуса а в нашем случае суммарное повышение температуры кроликов находилось от 0,5 до 7 градусов что соответствует требованиям государственной фармакопии так согласно требованиям государственной фармакопии и требованиям ГОСТ пирогенность вакцины, исследование вакцин подтверждается в ЛАУ-тесте на данном слайде в ЛАУ-тесте мы определяем концентрацию количественного содержания эндотоксинов которые приводят организм к пирогенности, то есть повышению температуры тела в результате определения концентрации бактериальной эндотоксин в вакцине против гриба, против птичьего гриба H5N1 составило 5 единиц эндотоксинов на микрограмм что соответствует требованиям ГОСТ и государственной фармакопии Республики Казахстан далее определяли острую токсичность инактивированной пандемической вакцины против птичьего гриба по следующим параметрам это определяли общее состояние животных после вакцинации наблюдали за динамикой массы тела дали оценку на координацию движения после вакцинации оценивали температуру тела Грейс проводили общий анализ крови и наблюдали за развитием или прекращением патологических изменений после введения вакцины острую токсичность определяли при внутримышечном введении вакцины превышающих пяти и десятиградных при введении пяти и десятиградных вакцины по результатам наблюдения динамики массы тел по сравнению с контрольной группой с опытными группами как таковой изменений в динамике массы тел не наблюдалось как видно из данного слайда также было взвешены животные до вакцинации то есть смотрели фон массы тела далее было определено как сказано выше температура тела крыс как видно из данного слайда не было как таковое отличие между опытной группой которая получала физраствор и извиняюсь между контрольной группой и опытной группой контрольная группа получала физраствор опытной группы пятикратные и десятикратно превышающие дозы вакцины далее определяли длительность плавания крыс с грузом для оценки координации движения после вакцинации больших доз вакцины как видно на данном слайде не наблюдалось отличие при определении длительности плавания крыс то есть суммарное время не отличалось опытных групп от контрольной группы далее было определено было дано оценка морфологическому или как старому формулу периферической крови белых криз далее белых мышей на данном слайде что видно из данных слайдов как таковое отличие между опытной и контрольной группой не видно но при всем при этом после вакцинации влияние вакцины было видно при определении биохимического состава периферической крови крыс на данном слайде мы видим что белки общий белок и креатинина превысилась из данных из данных литературных источников биохимическое исследование крови в крови подопытных животных показал увеличение содержания общего белка и мочевины и креатинина у крыс независимо от введенных доз при этом тенденция к гиперпротеими имени имел характер так как наблюдалось при исследовании всех трех экспериментальных серий вакцин это из данных литературных источников это ответ на вакцинацию гипервакцинацию далее также было определен биохимический состав периферической крови белых мышц но в этом исследовании мы не выявили отличия между опытной и контрольной группой далее нами было определено безопасность при определении оригинализирующих свойств вакцины против птичьего гриппа H5N1 где изучали гиперчувствительность замедленного типа вакцины на белых мышах согласно литературе статистическая достоверная разница между данными получавших препараты контрольной группы превышающей 20% считается значимой вакцины и контрольной группы не наблюдалось так далее определяли оригинализирующие свойства вакцины при определении гиперчувствительности немедленного типа на морских свинках после введения разрешающей дозы авальгумина который составляет в составе вакцины концентрация 400 мкг 0,05 мл на 42 день эксперимента в контрольной группе сопровождалась анафилоксией а в опытной группе анафилактического шока не наблюдалось также аллергизирующие свойства вакцины определяли при конъюнктивальном тесте была введена вакцина в класс животных и аллергизирующие свойства или аллергетический эффект вакцины не наблюдалось в слизистой класс морских свинок далее определяли согласно задаче диссертационной работы иммуногенность вакцины против птичьего гриппа на модели Харьков при двукратном, но при мышечном иммунизации вакцины как видно из данного слайда для определения иммуногенности мы использовали разные концентрации гемоглотинина в составе вакцины здесь хочется оговориться, что разные составы гемоглотинина мы определяли с помощью реакции одиночно-радиальной иммунодиффузии которые мы сами наработали моноспецифическую цифровку и антиген наработали для этого теста и с помощью урит мы определяли разные концентрации гемоглотинина чтобы определить эффективную дозу вакцины эффективную дозу вакцины мы определяли при исследовании иммуногенности на Харьках и что оказалось в сравнении с контрольной группой при введении вакцины с концентрацией гемоглотинина 7,5 мкг на дозу были показаны высокие титры антител а при оценке выживаемости вакцины при оценке выживаемости вакцины мы наблюдали на 3-8 сутки падеж животных только в контрольной группе Харьков а при наблюдении температуры тел после вакцинации превышение температуры тел в опытной группе не было Далее также с таким уже методом определяли иммунизация внутримышечно иммуногенной вакцины на модели мышей при различных концентрации гемоглотинина в вакцине это 2,5 мкг, не 10 мкг на гемоглотинин а также использовали в качестве контроля по фабрикам вакцины, которые составляют 10 мкг гемоглотинина на дозу а в качестве негативного контроля брали в физраствор иммунизировали белых мышей в результате чего при использовании 10 мкг гемоглотинина на дозу вакцины были более высокие титры, чем у других доз вакцины а при наблюдении выживаемости вакцины на третьи и восьмые сутки мы наблюдаем вакцины падеж на 50% животных и после вскрытия этих животных было определено поражаемость ловки в селезенке животных Далее, согласно задаче диссертационной работы определяли безопасность вакцины в такой же схеме, что при птичьем гриппе определяли герогенность, бактериальное содержание гемоглотинина острую токсичность и так далее в результате определения герогенности вакцины против свиного гриппа суммарное повышение температуры тела составило от 0,2 до 0,6 градусов а подобные животные оставались клинически здоровыми на протяжении всего срока наблюдения что соответствует требованию государственной фармакопеи вакцины после определения бактериального содержания генококсина в лал-тесте генококсины составило 20 единиц на микрограмм что соответствует стандартам государственной фармакопеи и требованиям ВОЗ Далее определяли острую токсичность и активированной вакцины против свиного гриппа по параметрам которые представлены на данном слайде постольте не зачитывать при определении острой токсичности после вакцинации превышающей 5 и 10-кратной дозы динамика массы тела лабораторных животных не изменилась на протяжении 2, 7 и 14 суток исследования при определении острой токсичности температура тела крыс не превысила после введения острой дозы вакцины а длительность плавания плавания крыс была сопоставима с контрольной группой Далее определяли влияние вакцины при остром введении вакцины на периферические крови животных как видно из данных слайда исследуемая вакцина не влияет на морфологический ликоцитарный состав периферической крови крыс морфологический состав ликоцитарный состав периферической крови мышей тоже не было изменено после введения острого введения вакцины при определении биохимического состава вакцины при определении биохимического состава крови после вакцинации у белых мышей тоже наблюдали превышение общего белка самок и самцов и креатинина и что известно как я ранее сказала это ответ на гипериммунизацию вакцины при определении аллергизирующих свойств вакцины против свиного гриппа статистически значимы то есть 20% разница между контрольной опытной группы не наблюдали при определении аллергизирующих свойств гиберчувствительности немедленного типа на морских свинках не наблюдалось анафилоксии у морских свинок после введения разрешающей дозы вакцины при постановке конъюнктивального теста на морских свинках не наблюдали аллергизирующие свойства то есть аллергизирующие на слизистую оболочку морских свинок при определении иммуногенности вакцины против свиного гриппа на модели мышей активное при использовании концентрации гемоглютинина активное образование антитек приходило к вакцине которые использовали в дозе 10 микрограмм на миллилитр микрограмм на дозу и вакцина оказалась в данной дозе иммуногенной при определении парафилактической эффективности вакцины вакцины при наблюдении за выживаемостью вакцины после введения двукратной дозы наблюдалось незначительное снижение веса в начале исследования но в конце наблюдения во всех опытных группах не наблюдалось прибавление к весу а выживаемость инфицированных душей наблюдали в течении 14 суток и сравнивали кривые выживания вакцинированных больше всего и неиммунизированы с неиммунизированной контрольной группы в тесте лангрант тест графпаде в результате чего в неиммунной группе литальность составила на 100% на четвертые сутки также группы негативного контроля прибыли полуфабрикатом вакцины с антигенной нагрузкой 10 микрограмм на мышь начали погибать на третьи сутки наблюдения также хотелось бы отметить тут иммуногенность соответственно с профессором Казар Козыбаевичем было исследовано на модели Харьков по схеме при кратной иммунизации в следующих концентрациях демаглютинина в содержании вакцины на данном слайде представлены выводы позвольте не зачитывать и еще хотелось бы в конце слово сказать что согласно литературным данным за последние тоже было но это не входило в мои задачи исследования но в рамках вышеуказанных которые я вначале сказала научно-технических проектов были исследованы распространение то есть были проведены мониторинговые исследования гриппа птиц на территорию нашей республики и в результате чего было выявлено что основные пути пролета лежат через нашу страну и что хотелось бы сказать что грипп являлась и является большой проблемой не только в разных стран и для нашей же страны она является актуальной и предлагаемые мною вакцины в нами вакцины они эффективны при борьбе с грипп скрип спасибо за внимание у меня все есть вопросы есть вопросы пожалуйста уважаемые члены сонного совета в онлайн режиме пожалуйста те которые присутствуют можете задавать вопросы сонного 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 по хорьков отвечать я думаю нормально ну первый вопрос на одном из слайдов мы показали данные по среднегеометрическим тиграм в отношении двух штаммов НИБР получается H7 и первые данные которые вы представили они оказались еще чуть вперед вперед ага вот на этом слайде то есть здесь на уровне 40 и 50 вы отметили что НИБР 268 дает более значительные титры антитела но при этом вы почему-то не отметили была ли статистически достоверная разница по этим значениям между группами потому что чисто визуально я смотрю что разницы здесь особо нет на мой взгляд может быть я ошибаюсь и следующий слайд покрытие и здесь вы примете данные уже о продолжительности иммунитета и среднегеометрический тигр антитела уже на 28 сутки у вас в разы если там было 1 на 50 у вас тут уже 1 на 300 с лишним да с чем это связано что вы думаете по этому за свой вопрос давай ясно вопрос спасибо за вопрос уважаемый Александр Козбаевич да здесь эффективно отмечено так среднегеометрический титр здесь статистически не отличается на данном слайде так как в следующем слайде я показываю в течение года наблюдение за среднегеометрическим титром антитела после вакцинации двумя вакцинами и выше я сказала что эффективность у прибитых птиц составила 75% после вакцинации с вакцины из штамма 267 267 и эффективность при вакцинации со штаммом вакцины со штаммом 268 составляет тут опечатка получается 68 составляет 85% это мы использовали в группе 20 голов птиц я думаю из-за эффективности тут получается разница статистически статистически разница вылазит спасибо а теперь следующий вопрос ну Анир Супранов вы идеально будете я думаю заниматься собственно говоря наукой да и в этом отношении хотел бы отметить что все-таки в следующий раз когда вы будете приводить данные по середине геометрических титров антителок то желательно все-таки приводить логарифмические данные но вы антилогарифм провели здесь ничего такого критичного нет но в целом если будете дальше публиковаться в других ресторанах то желательно логарифмические данные так следующий вопрос исследовали вы эту вакцину птичью на мотоплавающей домашней птице это гуси и индейках если да то какие у вас результаты были получены вакцины 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 водоплавающих птицах и поэтому на этот вопрос я отвечу что не были тогда такие исследования так я сам забыл закладывали задачи нет 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 уточнения вакцины 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 нашли ответ что это ответ на вакцины процесс то есть ввели высшую дозу вакцины когда когда у нас одна доза составляет 0,5 мл а мы ее превысили до 5 до 10 кратного чтобы определять ретальную дозу вакцины но к счастью это наверное вакцина подержа вообще не наблюдалось и вакцина практически является нетоксичной относится пятому классу нетоксических лекарственных средств спасибо за отличный ответ еще один вопрос просто мне интересно вы отметили что значит при оценке аллергизирующих действий вакцины на морских сфинках у этих животных отличался анафилактический шок я лично сам не видел просто как проявляется анафилактический шок у морских сфинок как это примерно выглядит мужское чтобы я обогатился спасибо 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 за очень хороший вопрос данное исследование вы проводили как вы тоже знаете вы сами являетесь скажем одним из авторов данной вакцины данных вакцин против птичьего гриба и против сынового гриба данное исследование проводилось на базе национального центра экспертизы лекарственных средств и действительно приведение для приведения к анафилактическому шоку мы водили морским свинкам на 42-е сутки разрешающую дозу авальдумина и анафилактический шок у контрольных группах она действительно выявилась это в чум приведет животное она состояние у животного судорожное вытекание из слизистых оболочек это с глаз и с рта слюны и в конце до концов животные уже умирали от своего года спасибо это недостаточно спасибо и он закончил я удовлетворю всем спасибо кто же желает пожалуйста кто желает кто желает он так довернич пожалуйста поверьте поверьте мне смешно не смешно когда он подбает полгода первого вопроса опять же наверное продолжим на первом вопрос вакцины цель ампульсации штаммового состава конденсивной вакцины и после ампульсации штаммового состава во сколько эффективно была главная вакцина то есть чем можете оказать эффективность данной вакцины вакцины что у что общее вакцины которые поздно актуализации а актуализации штаммов вакцины вакцина можно за вопрос После актуализации штаммового состава нашей коммерческой вакцины, ранее разработанной нашими коллегами, эффективной оказалась вакцина из рекомендационного штамма НИБР-268, где эффективность вакцины составила 85% у привитых птиц. Но при этом, согласно стандартам организации, я хочу оговориться, что мы актуализировали штаммовый состав коммерческой вакцины, то есть у нас есть стандарт, у нас есть НТД на коммерческую вакцину, мы обновляли состав вакцины, поменяли штамм. И согласно стандартам, иммуногенность вакцины должен превышать 1,16, средний геометрический титр. Если смотреть на данные, приведенные данные в этом слайде, эффективность, и обе вакцины эффективны, но почему мы рекомендуем вакцину из рекомендационного штамма НИБР-268 на производство, на будущее? Мы предлагаем данную вакцину на производство по результатам продолжительности иммунитета, где выработка антител продолжалась в течение года после вакцинации из рекомендационного штамма НИБР-268. То есть оно полностью совпадает по иммуногенности, отвечает требованиям стандарта организации. Спасибо. Вактор Горькович, еще вопрос? Следующий вопрос, как раз в продолжение вопроса. Вы также знаете, что значимость результатов, вы понимаете, что можно рекомендовать широким стандартам, да? Человеку и производству. Что данная вакцина соответствует международным с требованием ГИОП-стандарта, да? В чем заключается главная задача ГИОП-стандарта и какие преимущества применения данного стандарта в сфере исследований? Спасибо за вопрос. Что такое GLP? GLP – это Good Labor Practice, это надлежащая лабораторная практика. Вакцины, которые мы предлагаем в будущем на производство, это вакцины против птичьего гриба, H5-3 на день и против свинога гриба, прошли контроль по безопасности именно по требованиям GLP-стандартов. То есть, определена безопасность полуострой токсичности, алиотизирующим действиям вакцины, иммуногенность, пирогенность, содержание бактериальных эндотоксинов и так далее, определены по стандартам GLP. И следующий вопрос по обновлению безопасности вакцины. Как вы обладали сегодня и как создавалась группа АНТОР и группы? Спасибо за вопрос. Во всех исследованиях наших мы группу распределяли по методу рандомизации, отбирали группу по весу, по внешнему виду, по состоянию животных. Конечно же, все исследования проводились после выдержки карантинного времени, и группу сформировали, опытную и контрольную группу по методу рандомизации. И последний вопрос по вашему последнему знаку, который показали в церковь с мониторингом. И вопрос, какова эпизодическая ситуация группа АНТОР в Казахстане в настоящее время, в 2020 году, вы знаете, Ради, сколько вы слышали было, вы исследовали? Да. Не входило в наши задачи в рамках данного исследования, мониторингового исследования гриба птиц, но у нас был выполнен проект по грантовому финансированию. В этом году она закончилась. И по результатам данных исследований в Жамбулской, в основном в южных областях нашей страны, циркулирует вирус криппа H5N8. По крайней мере, по крайней мере, а еще в севере вот эти последние вспышки, которые СМИ опубликовало во всех СМИ. Так что наша страна, она является нечистой в его отношении к вирусу и криппа. Хорошо. Спасибо вам. И как удовлетворять в этом? Хорошо. Следующий вопрос. Молодцы, находит. Здравствуйте. 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 Ваши 7 и 9, каково было обоснование, актуальность данного типа и были ли какие-нибудь эпидемиологические предпосылки для приготовления вот этой вакцины к данному типу? Это первый вопрос. Потом второй вопрос. Можно ответить сразу? Можно ответить сразу? Вопрос-ответ. Спасибо за вопросы, Евгений Савдалевич. Да. Данный субтип, для данного субтипа мы разработали вакцину. Из данных литературы мы знаем, что данный субтип относится к субкладе циркулирующих вирусов в мире. Из данных литературы мы знаем, что субклад вируса 2,5 циркулирует в странах Европы, Африки, Азии, в том числе Азии и нашей стране. И для этого по рекомендации ВОЗ распространяются рекомендантные штаммы для центров, которые производят вакцины против криппа. И рекомендуется производить вакцины против криппа. Я понял так, что в нашей стране она закреплена данный против криппа. Просто у меня не было таких информаций, данных, потому что мы сами этим занимаемся. И вы занимаетесь. Вы понимаете, что с момента 1987 года данный диорс на территории Казахстана не было выделено с данным противом хоть какого бы отклоняя. Поэтому у меня важен такой вопрос. Из-за опубликованных статей я знаю, что в Китае она выделена из диких птиц именно субтик Барсей. И так как я вот на данном слайде показываю, что на территории нашей страны легли пути перелета диких птиц. И возможно, занос данного вируса, она возможна. И мы уже на будущее вакцину приготовили, получается. О рекомендации ВОЗ. Я думаю, что дальше. Дальше я думаю, что это второй вопрос тоже был связан с этой картой. Так вот привели, хотя у вас в задачах это не входит в эту карту. Но, как вы сказали, эта карта показывает только пути деграции. Это задача золотистая, анатологическая. Но здесь надо было привести в ходе вот этих исследований, какие в течение этих исследований, какие заряды были выделены, заряды получены и к каким подтипам относятся эти заряды. И показать вообще ситуацию по греку. И какие вот штаны из этих актуальны. Очень хорошо отмечено, Анатолий Ильич. Но, так как, ну, данные исследования, то, что вы говорите, они проводились нашими коллегами в нашем институте, но она не входила в рамки данной диссертационной работы и, соответственно, не длинные результаты в данной работе. Следующий, кто желающий? Всего достаточно присутствующие? Есть вопросы? Дальше переходим. Слово представляется наушным консультантам. Так как Маркус Борей, он же уже справились. Слово представляется наушным консультантам из Латвии. Профессору Анна Дамбалдовска. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые водители комиссии, комиссии, присутствующие. Добрый день. Мне надо сказать добрый группа из Латвии. Добрый день. Я хочу очень благодарить руководителя Айнур за возможность сделать использование в Польске. У нас в Европе паровая возможностей будет. У нас очень строго есть кровоекреплений на использовании экспериментальных животных. И разработка вакцин у нас очень невозможна. Поэтому в очень хорошей ситуации, что у вас есть такая возможность. У меня вопрос о нюхре. Обычно из каждой исследовании дальнейших исследований, исследовательские идеи, и для нас очень важных исследований. И естественно, мой вопрос о нюхре. Вы настоящая научная дама. Вам наука это жизнь. И я вам очень надеюсь, что вы в дальнейшем будете такая же стремительная работа, как на сих пор и у меня в Москве. Поэтому, какая ваша тема и научная тема, которые вы хотите, как сказать, в дальнейшем развивать? Хорошо. Спасибо профессору Андрею. Я очень рада, что вы присутствуете при моей защите. Цель моя поставлена уже давно. Я буду заниматься молокой. И всё. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Ваша Оценка, как научный руководитель, консультант. Пожалуйста. А у тебя на вопрос? Отлично. Я уже... Я уже... Ну, по крайней мере, положила. Ну, всё. Тогда слово постарается научным консультантом, профессору Зайулину. Верь в будущем, пожалуйста. Хочу, пожалуйста. Подходи на меня порвусь. Да, да. Это что? Это кому-то? А? Есть, по-моему. А, дитя, так. Стройки, пожалуйста. Позвольте ему, позвольте. Трудно бит. На удержание. Кто-то звонит, слышишь-то нет? Кто-то ему звонит, походу. Он на телефон. Позвольте. Что-то важнее. Телефон разбивого или защита? Заня. Позвольте. Важно. Ну, важно. Тогда что, будем ждать? Ничего страшного, я позвонил. Сейчас процентница будет ближе. Потом мы заберем. Попусть заберем. Так что давайте зашли лицензию банку за ногой за своим чипажажем. Смотрим на ноту. Природные, географические, климатические и хозяйственно-экономические факторы нашей страны также способствуют значительному усилению циркуляции и увеличению вероятности появления новых вариантов препараний, здесь не регистрировавшихся. При этом особая опасность представляет пути перелета и место массового скопления птиц из эвразийского пространства. В настоящее время для нашей страны повышается угроза доноса инфекции, как из стран Южной Азии, так и из стран Южной Европы, и ориентирование распространения данной инфекции продолжается обещаться. Географические расположения территории нашей страны позволяют пролетать типой птицы практически на всей территории. Указанные факторы, а также изменчивость и неопредсказуемость мутации или рекомендации гриппа птиц определяют необходимость системного научного подхода для ликвидации гриппа. Таким образом, учитывая значительное распространение гриппа, не только все ликвидации, угроза возникновения нового субтипа гриппа является чрезвычайно актуальной и представляет большую стратегическую значимость в области обеспечения биологически безопасной страны и в частности обеспечения Казахстана собственной гриппозной эмоциональной против различных вариантов гриппа. В настоящее время во всем мире имеется несколько вариантов вакцин против гриппа, такие как цельноверенные, инактивированные, ежевые, расщепленные и субедичные вакцины. Из этих вакцин широкое распространение имеют инактивированные, ежевые, активированные противогриппозные вакцины. Очень известно, что в случае широкого распространения гриппа, крупнейшие зарубежные представители смогут обеспечить вакцины только 30% населения собственных стран. Реализация профилактического направления, ветеринарии и для здравоохранения отражает уровень социально-экономического развития общества и совершенства системы здравоохранения страны. Отечественная реабилитация вакцины является частью мирового, а ее производственная база достаточно слабо и не позволяет обществлять масштабный выпуск продукции. В этом случае разработка обведений организации производства и выпуск отечественной вакцины стимулирует дальнейшее развитие биологической промышленности Республики Казахстана. В результате анализа литературных данных на эффективность иммунобиологического препарата могут влиять различные факторы, связанные с введением, включая стратегии вакцинации, пути и способ введения вакцины, а также доза и объем антигена, место и интервал между введениями. Эти параметры должны быть приняты во внимание при разработке вакцины, как исследования безопасности и специфичности для дальнейших глинических исследований, чтобы достичь более удовлетворительного результата в создании более эффективного иммунитета против инфекции. Изучение безопасности и иммуногенности иммунитированных вакцин против гриппа птиц и свиней является большой научной проблемой и представляет большую актуальность. В научной работе НУПИ и Слэй Амин Султановны показаны результаты изучения безопасности и иммуногенности иммунитированной иммунитированной вакцины против гриппа птиц субтипа H7. Из актуального штамма, который по актуальному составу соответствует диким штаммам минуса гриппа птиц, секулирующих на территории Испорья Казахстана, в НУПИ и Слэй Амин Султановны проведены исследования по безопасности и иммуногенности отечественных вакцин против птичьего гриппа H5N1 и свиного гриппа H1N1 на различных видах лабораторных животных. В основанность результатов, выводов и заключений соискателя сформулированных диссертаций не вызывает сомнений ввиду того, что работа выполнена с привлечением достаточно современных методов иерусологии и на достаточном объеме материала. Объем исследованного материала достаточен и позволил диссертанту решить все поставленные перед исследованием задачи. Научная работа изложена достаточно компетентно и полностью раскрывает сущность религионной работы, направленной на изучение безопасности и иммуногенности и на активированных вакцин против приппа птиц и свиней. Выше изложенное позволяет заключить, что диссертационная работа на территории Испорья Иванов Султановны на тему изучения безопасности и иммуногенности и на активированных вакцин против приппа птиц и свиней, представленной на заискании национальной степени доктора философии. По специальности ветеринарная медицина соответствует предъявляемым докторским диссертациям. А ее автор, написав Айна Султановна, заслуживает высуждение степени доктора философии. Доктор ветеринарного профессора Казахского национального округа университета Макхуна Анастасиновича. Спасибо. Положительный отзыв замечательный, не имеется. Да, уже достаточно отзыва руководителя. Уложение руководителя профессора Харина тоже положительный. Как? Рассчитывает? Дадим. Уважаемый учетный совет, уважаемый лицензент, уважаемые оппоненты. Я очень пожалею мне, что не смог приехать. Сейчас я нахожусь на клинической базе. Мы предупреждали третью фазу вакцины национальной против COVID-19. Кстати, Анюша Султановна провела полную, полную готовеньку двух вакцин против COVID-19. И активировали все веганические. Во-первых, хочу сказать, что работа очень актуальная. Данная работа показывает, что не существует вирусов отдельно для животных, отдельно для человека. Вирусы остаются вирусами. Работа очень хорошая и показывает, что наш институт способен и может делать качественные вакцины под разумом опасных вирусных инфекции. Данная работа демонстрирует, что вакцины, разработанные от нас, Анюша Султановна, соответствуют выполнению, во-первых, Всемирной Организации Собороградения. И работа проведена по всем вирусам данной организации в соответствии с требованиями ЧЛП. В целом, большое спасибо и прошу высоко оценить данную работу, что данная работа делает большой прорыв вирусологической технологии нашей страны. И мы в ближайшее время в будущем скоро сможем не только разрабатывать, испытывать, но и производить отечественные вакцины против дедушных инфекционных заболеваний. Спасибо большое. Спасибо. У нас вовсе не имеется, да? Дальше тогда слово таким инстиндентам. Слово составляет инстиндентам Ивану Айдену Исабадимовичу, пожалуйста. Замечательно. Слово составляет инстиндентам Ивану Айдену Исабадимовичу. Представлено на состанавливающем степени доктора ПФТ по специальности ЖСБ «Ветеринарная медицина». Актуальности мысли на диссертационную работу в Украине Султану посвящена решению актуальной проблемой обеспеченной технологии в Казахстане. Слово составляет инстиндентам Ивану Айдену Исабадимовичу. Слово составляет инстиндентам и инстиндентам. Уконтак discussи компенсационной работе в Украине Султану и Диссертации во время обеспеченный фамилий обеспеченный генович. Слово составляет инстиндентам Исабадимовичу. Служенская работа противной организации в Казахстане в Украине, обеспеченный финансовый контрольной степени наработки технического исследования в Украине Султана. Подробность представления статических шартистик, описание обсудения и исследование свойствами безопасности, демо-яности и накрытый процент против репартизии семьи. Диссертационная работа представляет собой цель направления на законченные исследования, выполненные на достаточно высоком квалифицированном уровне, имеющие фактическую значимость и содержащие новые результаты достоверности, которые доказаны. Новизна практически значима в результате решения. Учитывая более большое разнообразие статических типов гриппа, нынче, что самовоистовская вакцина, считается неактуальным в таких отравлениях производственных серий, с целью у вас все местные использованные специалистические продукты гриппа птиц в Казахстане. В связи с особой опасностью выруют штамма гриппа птиц типа H7 в настоящее время научных центрах ВОЗ и актуаль от актуализации штаммов существующих активно-активных процентов, методом обратной генетики, изготовленной рекомендацией штаммы, которые близки к циклирующему циклопопотойенному вирусу H7. В рамках выполнения диссертационной работы разработаны технологии изготовления активных максимумов. Я, наверное, это все не буду считать, все это здесь не сложно, но я только есть небольшое замечание. В соответствии с аннотацией содержания диссертации, аннотация в соответствии с содержанием диссертации, содержит право предложения актуальности, цели и задачи основных положений, а также в результатах исследований. Следующие это недостатки по содержанию и оформлению диссертации. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению нет. Есть некоторые вот это замечание. Вот это первое. Навизна работы по-моему не соответствует цели работы. Второе. Это в странице 64 капитал 7 описывается слой грибы H5 и на 1. Хотя раздел отдел посвящен на 1 птичьему грибу H5 и на 1. Сильной жильц антилиной формы H5 и на 1 в мире еще не задерживаются. Второе. Третье. В странице 16 и далее часто встречается неправильная формулировка названия вакцины как пандемическая вакцина против птичьего гриба. Вакцина не может быть пандемической, только вирус может обладать пандемическим потенциалом. Следующий. В таблицах 11 и 12 отсутствует примечание к латинским буквам M и F. В таблицах 11 и 17 не сохраняется стандарт по обозначению поуживодному. Далее в таблицах 13 и 17 переводятся к нормам грибатологических показателей для животных, взятых в экспериментах. Аналогичное обозначение по биохимическим показателям вроде экспериментальных животных. Аналогичные исследования не сопровождались с гистологическими, но и с техническими анализами. Результаты собственных разделов начинаются с аналогичной литературы, обоснования и аквальности. Описываются методики. Результаты должны быть только собственные результаты. Высказанное замечание и положение не заправливает основных положений и выводов диссертации и не снижает общую положительную акцию по лицензированной работы. Заключение по соответствии с диссертацией к требованиям правилам присуждения степени. Научно-исследовательская, диссертационная работа на дургейском районе Султана была выполнена на высоком научно-техническом уровне и является законченной. Соответствует к требованиям правил присуждения степени и возможности присуждения степени доктора философии, и содержит в себе ряд положений в практически значимых результатах. Диссертационная работа на тему изучения безопасности и молодежности на активных во всех прочих группах в тысячи дней по своей актуальности и научной ряде объемов выполненных исследований полностью соответствует требованиям, представленной на соискании степени доктора философии, ветеринарной медицины, а ее автор заступает к преступлению с полностью степень доктора философии. Диссертационная работа на соискании степени доктора философии, председатель, углавляемый членом диссертационного совета, разрешите представить на Ваше внимание на рецензию на диссертационную работа на ПИСО, а его суббанку на тему изучения безопасности и молодежности и на ее акции против выбор птицы сведей и старыми муниципальсками очередной степени доктора философии по специальности 6D и 120 степени доктора философии. Диссертационная работа на ПИСО на название темы представляет собой законченную исследовательскую работу, направленную нарушение проблемы отечественной технологии в Казахстане. Но, как вы уже остановились, наш первый оппонент, я, может быть, не буду останавливаться на все пункты, то необходимо отразить на ней в отражение, разрешить остановить на те ограничения, которые я сделал диссертацию. Научка, да? Да, я что-то. Да, да. Ну, цены недостатки по отражению и оформлению диссертации. Номерная, неизвестная, неизвестная бюджетного акции по рецензированной научной работе, связанная от этих недоступных недостатков по оформлению диссертации. Экспертные диссертации встречаются ими грамматические, ими численности, ими точными, ими толкованными материалами, при иллюстрации, например. Слушайте, дай мне, что я слышу, что попал. Например, в разделе 3, 1, 4, результаты изучения продолжительности деморитета и эффективных функций, например, где скипс, 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 аж сел, на теца. Объяснение, говорится, с цепл на рисунок B, и таблицу 7, и станет записаться на данный момент. Одна, при иллюстрация B, в плане 50-й, и таблицу 7, в плане 60-й, в плане 60-й, уходится в других изделиях диссертации, и будет в мире в отношении к адресу определенную проблему. Второй, на странице 50-й, в плане 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 15-й, в плане 20-й pie Negro. Однако на представленном в fittingе 8 тут на аналогединительном заканчивается 120-й дне, т.е. с 4 до 4 месяца. Треть. На странице 6, 8, 61, 2, 2, 2, 4, 3, а на странице 3, 3, 12, 53, 55, в плане 215, то 20-й, грамматически. В списке использованы дисциплинатской литературы, страниц 139, отсутствуют источники номер 162 до 168. Однако отмеченные достатки, имеющие в основном технические характеристики, являются редко исправлением и достижают положительную оценку в настоящий раз. И последнее положение – выключение соответствия диссертации, которым правил посуждения учебно-исследовательства и возможностей посуждения степени доктора Браслова-Пикджи. Представленный диссертационный работник Фенисова Айму Сулканова представляет целые цены на правом незаконченном исследовании, выполнены на достаточно высоком квалифицированном уровне, имеющую практическую значимость и соблюдают новые результаты, достоверность которых оказывают современным статистическим анализом и широкой оправдатой полученных результатов. Диссертационный работник Фенисова Айму Сулканова представляет целые статистические характеристики. Диссертационный работник Фенисова Айму Сулканова представляет целые статистические характеристики. С stuffs и окончательные статистические характеристики. Развожу вас в этом основе. Прошу вас. Спасибо. Расскажу вам, господин. Расскажи, господин. Расскажи. Его обитудоватый referenced. Расскажи, господин. Расскажи. Расскажи. Я с всеми замечаниями согласна, но это будет на будущий урок, и буду стараться справляться и не допускать такого рода ошибки. Спасибо, правильно. Замечание принимается? Принято. Конечно, принимается. Спасибо. Это переходим к дискуссии. Кто желает выступить? Пожалуйста, спасибо. Вы первым начали подпелся. Можно запрессовать? Попробуем, пожалуйста, написать на стрелу, написать на стрелу, написать на стрелу, написать на стрелу. Уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, уважаемые гости, собственно, хотел бы тоже пару слов сказать о соискателе, который сегодня перед нами защитил свою диссертацию, но в целом, о этом я уже достаточно давно знаю, а после того, в 2008 году, когда она впервые пришла в наш институт, зная ее как самодвежный, ответственный ученый, она проделала очень большой путь, надо сказать, какие многие боевые молодые коллеги, ей не удалось вовремя защититься. То есть, в 2010 году, когда закрепили все диссертационные советы, пришлось проделать более длительный путь поступить в магистратуру, завершить магистратуру. Далее она поступила в диссертантуру, и, я думаю, она достойно выполняла все постановые учреждения и задачи, и сегодня мы, собственно, лицезрели эту хорошую работу. Мы слышали много разных хороших работ, я думаю, что в 2017 году все-таки хотел бы акцентировать внимание на самих людях, которые, собственно, претендуют на учебное звание доктора ВИЧ-Ди. В этом отношении у меня только одно предложение, это все-таки поддержать сегодня нашего соискателя, и все-таки одобрить, и присвоить, наконец, и уже начинчиваем степень доктора ВИЧ-Ди. Думаю, что именно наши ряды, ветеринарная наука, пополнится ценным кадром в этом отношении. Спасибо, поддержите. Спасибо. Кто еще думает? В онлайн. В онлайн. Вон Таргамеевич, больше всего, за это вам. В онлайн. Вон Таргамеевич, больше всего, за это вам. Пожалуйста. Я вхожу в дисциплине, где не слышали, а появилась информация, Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Спасибо!